Всем привет, с вами Накентий, и я пока что начал вернуться на платформу YouTube с небольшой игрой, ну, как сказать небольшой, достаточно большой по прохождению игры по названию Machinarium. Это игра-головоломка, связанная с миром роботов, и мы ее будем проходить. Да, есть одно примечание, возможно, ну, точнее, два. Возможно, видео будет тормозить из-за того, что я играю на макбуке, а он не рассчитан для игр. Могут появляться различные фрезы и артефакты. Ну, и также еще я записываю с помощью программы QuickTime, а она, к сожалению, при записи экрана не захватывает аудиодорожку программы, ту, которую я записываю. То есть это, может быть, игра или какая-то там, например, видео. В общем, пока что будем играть без звука в самой игре, но вы будете слышать звук, видимо, его голоса. Я буду объяснять, что происходит, и для тех, кто может не понять, в чем тут дело. В общем, начинаем. В общем, начинаем. Ну что ж, вот, собственно, наш робот, и мы, по сути, являемся этим роботом, ну, как главным героем. Игра создана в стиле, ну, типа, нажми, найди и так далее. Ну, тут это пока что локация для обучения, ну, и старт игры. Мы можем измерять свой рост, поднимать высоту нуля, пускать вниз. Тут будут такие различные персонажи, такие как крыса, ну и прочие роботы с какими-то квестами. Вот, она... Значит, нам нужно вернуть левую руку и правую ногу. А крыса за это хочет вот эту вот игрушку. Для того, чтобы ее получить, мы поднимаемся вверх, достаем ее, да, и вот у нас сверху есть свой инвентарь. Также еще есть подсказки по такому-то месту в уровне, типа, что здесь нужно сделать. И вот эта вот мини-игра. Мы можем ее пройти, и нам откроется практически детальная подробность о том, как проходить такое-то место в этом уровне. Так, сейчас. Так, вот, даем этой крысе эту игрушку, и она взамен нам приносит правую ногу. Вот, ну, опять же, тут подсказки, типа, тут в этом месте главная задача достать нашу левую руку... Да, левую руку из этой лужи. Ну да, и путеводитель нам объясняет, что такое. Тут также еще есть крафт. И да, стоит еще сказать, что игра вроде как 2009 года, или 2010, не помню точно. Но для того времени эта уже игра выглядит достаточно играбельно. Вот, мы соединяем провод с магнитами, и получается, что магнит на веревке. Так. Место, куда... А, нужно опустить эту трубу, чтобы можно было перебросить нашу самоделку. Вот, там, где можно применить такую-то вещь, вещь будет подсвечиваться немного. И да, я постараюсь делать... постараюсь делать серии короче, чем не могли бы быть. Потому что, во-первых, вы уже, наверное, можете слышать то, ну, шум от макбука, от того, что он греется все-таки. У меня он хоть и стоит на книжке, ну, вместо подставки. Чтобы не так быстро нагревался, но все равно он греется. Итак, мы сейчас перебегаем к городу, а именно к полицейскому посту. И вот, сзади нас бежит такой вот робот-полицейский. Ну, и вот в этих вот облачках рассказывается о мыслих роботов, либо то, что они нам хотят сказать. Ну, и, в общем, чтобы пройти дальше, вы уже можете видеть тут из предметов, это банка с краской, конус и фонарь. Из этого всего, вот мы поднимемся, сделаем запрос. И говорим, что мы хотим, чтобы нам опустили монстр, чтобы мы прошли в город. Но робот говорит, что не пускает обычных людей, но обычных роботов. И нам здесь нужно сделать полицейскую шляпу. Для этого мы берем конус, опускаем его в краску. Поднимаем еще несколько конусов, и под ними оказывается баночка с синей краской. Теперь ее заливаем сюда, и белая краска преобразуется в такую, ну, бирюзовую. Опускаем конус, и он становится такого же цвета. И сейчас мы должны достать вот эту лампу. Это пока что на ранних уровнях все легко и просто. И тут я, в принципе, пока что помню, что делать. Но дальше уже, скорее всего, будет так, что я просто не буду помнить, что нужно делать в таком-то месте, и как проходить дальше. Так что эти... Ну, зато я буду не записывать, а потом как-то совмещать запись. Потому что монтировать я сейчас не могу, так как я ударил iMovie, и слези... Ну, потому что думал, что я не буду записывать дальше. Начну только, когда мы приедем... Ну, я и... Вообще, когда приеду обратно домой. Вот, мы сделали эту шляпу. Говорим, что нам нужно. И робот пускает нас дальше. Но для этого мы еще должны быть вот такого же роста, как и роботы-полицейские. Ну, из-за того, что мы так высоко выпрямились, у нас воз... Сейчас. У нас возникли на этой лучшее проблемы, из-за чего мы соскаленем вниз. Что ж, на этом, в принципе, можно уже закончить запись. С вами был Анакентий. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И желаю вас увидеть на следующем видео. И чтобы так вы посещали остальные мои видео, которые я записывал до этого. Что ж, всем удачи, всем пока!